Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас и видеть вас в помещении, которое всегда гражданским активистам и журналистам предоставляет Харьковский антикризисный информационный центр. Спасибо журналистам, которые пришли сегодня, и спасибо гражданским активистам, которые также неравнодушны к той ситуации, о которой мы сегодня будем говорить. Я хотел бы представить участников и спикеров нашего сегодняшнего брифинга. Слева от меня Петр Марков. Он координирует общественный союз «Платформа гражданских сил» 22-го февраля. Это объединение, которое на сегодняшний день несколько десятков общественных организаций объединяет. Уже часть формальная, а часть еще неформальная, но объединяет. Идет процесс восстановления, отсоединения проевропейских сил самого разного направления деятельности для того, чтобы быть более эффективными в достижении целей каждой организации, входящей в спину. Далее мой тезка Дмитрий Марцонь. Дмитрий Марцонь представляет Народный комитет реформ и иллюстрации. И один из инициаторов создания, формирования еще одной площадки, объединяющей иллюстрационные инициативы Харьковского иллюстрационного штаба. Федор Венеславский, сержант пограничных войск Украины, увольнительный сегодня, председатель Харьковской общественной иллюстрационной палаты, которая зарегистрирована несколько дней назад в виде романтической спины. Объединение иллюстрационное на сегодняшний день это более чем 80 общественных организаций конструктивного толка, профессиональных ассоциаций и объединений. И я Дмитрий Путовой, я сока-ординатор горизонтальной неформализованной проектной платформы Харьковский гражданский форум. Мы все здесь представляем реальное, работающее, конструктивное гражданское общество Харькова. Это я специально так посвятил этому много времени, для того, чтобы мы все понимали, что никаких упреков в том, что мы здесь собрались лоббировать какого-то человека, или какой-то факт, или кого-то порочить. Это все бред и неправда. Начну с того, по какому поводу мы сегодня собрались. Мы сегодня собрались после того, как вчера на должность исполняющего обязанности начальника государственной фискальной службы в Харьковской области был назначен приказом начальника государственной фискальной службы Украины господина Насирова, господин Яковлев Сергей Егорович Яковлев. Мы не знаем этого человека, и я не собираюсь сейчас комментировать это назначение. Скажу лишь, что буквально за несколько минут до начала этой пресс-конференции волею судеб нам стало известно, что две недели назад примерно на должность Харьковского межрайонного прокурора был назначен Яковлев Андрей Сергеевич, который по какому-то, очевидно, недоразумению оказался родным сыном того самого Яковлева, который вчера был назначен исполняющим обязанности руководителя государственной фискальной службы в Харьковской области. Вот такая вот семейная традиция занимать государственные посты. По европейски. Очень по-европейски. Прежде всего я хотел бы обратиться к господину Насирову и госпожине Рейско с предложением позвать первого замминистра финансов, может быть не первого, но замминистра финансов, пане Олену Макееву, и попросить ее рассказать о той процедуре, которую летом прошлого года проходили кандидаты на должность начальника государственной фискальной службы в Харьковской области в структуре, которая была специально для этого создана, называлась Кадровый совет государственной фискальной службы, в которой были объединены более трех десятков крупнейших и, я так понимаю, лучших специалистов в сфере налогообложения, в сфере аудита и в сфере финансов. Именно решением этого совета был избран из всех участвовавших в конкурсе один кандидат, мне подсказывают два кандидата, но один все-таки был избран большим количеством голосов, чем второй. И именно этот кандидат, как мы все рассчитывали, и должен был занять эту должность. Сегодня четыре месяца, как этот кандидат исполнял обязанности, но со вчерашнего дня он их больше не исполняет. Фамилия у этого человека есть, имя у этого человека тоже есть, зовут его Гагатлин Михаил Владимирович. Он харьковчанин, и он до того, как пройти конкурс в Киеве, прошел такой же публичный конкурс в Харькове. Этот конкурс был первым в стране, этот конкурс был организован Харьковским гражданским обществом, представителями общественных организаций, объединений, профессиональных ассоциаций, в том числе в сфере налогообложения и аудита. Конкурс был абсолютно публичным, в нем принимало участие четыре человека, четыре человека. Один из них, Михаил Владимирович Гагаркин, публично совершенно победил в этом конкурсе и был представлен далее в конкурсе киевском. Ни один из других кандидатов, которые участвовали в конкурсе в Киеве, не участвовали ни в каких публичных процедурах, которые проводились с гражданским обществом в Харькове. Тем самым, изначально проигнорировав самый главный принцип, с которым президент Украины Петр Порошенко шел на выборы 25 мая прошлого года. Одна из ключевых тест его программы звучит следующим образом. Ни одного кадрового назначения на государственной должности без надлежащей гражданской экспертизы. Итак, уважаемые госпожа Ерайская и господин Насиров, мы, возможно, считаем, что произошла какая-то ошибка. Возможно, вы не до конца понимаете, что было подоплекой этого назначения и этого неназначения. Какова история этого вопроса и насколько серьезен тот удар, который вы вчера нанесли гражданскому обществу Харькова. Гражданское общество Харькова не собирается эти удары сносить молча. Государственные структуры должны понимать, что невозможно больше продолжать ту практику совершенно подковерных назначений, которая сложилась во все предыдущие годы в стране. Я хотел бы передать слово сейчас председателю регистрационной палаты Федору Владимировичу Вячеславову. Спасибо. Я хочу продолжить то, о чем говорит Дмитрий. На самом деле главной целью гражданского общества и Украины, и Харькова является участие в процедурах очищения власти. Об этом декларировалось и в предвыборной программе президента Порошенко. Это одно из главных требований фактически революции достоинства, когда ребята, которые погибли и которые живы, к счастью, требовали процедур очищения власти. Перезагрузки власти. И мы, общественность Харькова, как раз воспринял вот эти лозунги и эти цели, как руководство к действию. Мы сделали ту уникальную процедуру, о которой только что рассказал Дмитрий. Эта процедура, он не сказал, была заимствована другими областями и другие области Украины также пытались идти тем же путем, что и мы, и проводить открытые общественные процедуры. Кроме того, именно с целью содействия в очищении власти была создана Харьковская общественная иллюстрационная палата. И данный человек, о котором говорил Дмитрий и в отношении которого, или по поводу устранения от исполнения обязанностей начальника ДФС в Харьковской области, мы сегодня собрались, был одним из первых, кто дал согласие добровольно пройти общественную иллюстрационную процедуру. Я хочу сказать то, о чем уже неоднократно мы говорили, что процедуры, которые предусмотрены нашим положением, они являются очень взвешенными и окончательное решение принимается авторитетным жюрием. И когда люди, имеющие авторитет в городе Харьков, в Харьковской области, говорят, что да, данный человек соответствует критериям порядочности, патриотизма, профессионализма, и он может работать на соответствующей должности, то этим самым мы фактически получаем поддержку очень большого количества гражданского общества города Харькова, Харьковской области. Поддержку конкретного человека. Кроме того, в положении о Харьковской общественной иллюстрационной палате прямо предусмотрено, что человек, прошедший общественную иллюстрационную процедуру, получает так называемый иммунитет гражданского общества, то есть поддержку гражданского общества в его дальнейшей деятельности. Причем этот иммунитет не является каким-то абсолютным. Если общественность получает сигналы о том, что назначенный с ее участием чиновник допускает какие-то нарушения, мы готовы повторно, в порядке вне очереди провести иллюстрационную процедуру, выяснить, насколько это все соответствует и принять соответствующее решение. Но, к сожалению, никаких конкретных фактов, аргументов, которые бы свидетельствовали о том, что господин Агагаркин, который прошел процедуру, не соответствует каким-то требованиям или допускает какие-то нарушения в своей деятельности, руководство ДФС Украины, Министерство финансов Украины не озвучило и не привело. Это заставляет задуматься о истинных мотивах кадровых решений на достаточно важных государственных постах. Нельзя, конечно, исключать, что накануне выборов, которые будут осенью этого года, необходимо создать такой контингент руководителей фискальных органов, который позволит решать не совсем те задачи, которые стоят перед ним, исходя из законодательства. Других аргументов, утверждать, конечно, об этом очень сложно, потому что нет доказательства, но каких-то разумительных аргументов, почему был отстранен от исполнения обязанностей господин Гагаркин и назначен господин Яковлев, причем очень существенный момент, уже юридический, господин Яковлев также назначен исполняющим обязанностей. Как правило, исполняющим обязанностей, исходя из практики, назначают в том случае, когда предыдущий руководитель каким-то образом себя дискредитирован, отстранен от исполнения обязанностей и на время проведения каких-то проверок либо расследования служебного назначается исполняющий обязанностей, либо всего других объективных причин, когда лицо отстранено от должности, либо не может исполнять свои обязанности. В данном случае никаких, еще раз подчеркиваю, критерий или сигналов о том, что есть основания сомневаться в порядочности, в профессионализме, в патриотизме господина Гагаркина никто не озвучил. И поэтому вот такие назначения, не совсем понятные гражданскому обществу, они свидетельствуют о том, что, к сожалению, после революции достоинства, которая произошла год назад в стране, мало что изменилось в кадровых назначениях. Продолжаются подковерные игры, какие-то договорники, которые непонятно кем инициируются, непонятно к каким последствиям приводят. Но, как руководитель Харьковской общественной иллюстрационной палаты, в любом случае, учитывая, что факт свершился, на данный момент исполняющим обязанности начальника ДФС является господин Яковлев. Я обращаюсь через средства массовой информации открыто к господину Яковлеву, к человеку, который является выходцем из Харьковского региона, родился на Харьковщине. И я думаю, он понимает те традиции и те принципы, которые действуют на сегодняшний день в городе Харькове и Харьковской области. Я думаю, что он покажет открытость для гражданского общества, покажет отсутствие страха и каких-то иных опасений в сотрудничестве с гражданским обществом и пройдет в Харьковской общественной иллюстрационной палате открытую публичную иллюстрационную процедуру. Координационный совет Харьковской общественной иллюстрационной палаты сегодня направит ему официальное письмо с предложением пройти нашу процедуру. И это будет еще одним критерием того, насколько власть, действующая на сегодняшний день, стремится соблюдать те критерии, те стандарты, те принципы, которые были задекларированы в том числе и руководителем нашего государства президента и иными политическими силами, которые на сегодняшний день получили большинство в украинском пронументе. Мы не будем стоять в стороне от таких назначений кулуарных. И если даже такие назначения проводятся вопреки мнению общественности, мы будем использовать те рычаги юридические, которые имеются в нашем распоряжении, для того, чтобы выяснить, насколько данное лицо соответствует критериям, которые позволяют ему занимать данную высокую должность. Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что мы будем использовать не только юридические рычаги, а все рычаги, которыми обладает гражданское общество, безусловно. Я хотел бы передать слово Петру Маркову, платформа гражданских сил 22 февраля. Я хотел бы в продолжение того, что сказали ребята, сказать, что по большому счету эта история очень показательна, и, наверное, меньше всего нужно говорить о фамилиях того, кто был или того, кто будет. Речь идет о функции, о важнейшей функции государства. Фискальная служба – это один из самых мощных, сильных инструментов государственного аппарата. И то, что происходит здесь, очень показательно. Я, мои друзья, коллеги, наши активисты, волонтеры, начиная с февраля, постоянно находимся в ожидании того, что у нас действительно будет формироваться новое государство. И, вы знаете, сначала были ожидания, потом разочарования. Было несколько этапов, по которым казалось, ну вот-вот, ну вот-вот. В настоящее время то, что мы видим, вызывает уже бурю возмущения. Вы знаете, уже говорить о том, что мы там подозреваем или что-то думаем, уже, наверное, нет смысла об этом говорить. То есть, вот эти вот приставки ИО на всех уровнях, кадровые назначения, которые производит Кабинет Министров и ниже, ну просто уже эмоции просто перехлёстывают. Этот пример, этот случай, который сейчас у нас произошёл, наверное, это хороший пример конкретного, дело конкретной ситуации, от которой можно отталкиваться в выстраивании принципиально новых подходов к участию гражданского общества в формировании кадрового потенциала в регионах, не только в регионах. Я хотел бы сказать, что личность руководителя, выполняющего такую важную значимую функцию, она очень значима и для климата в регионе. У нас достаточно сейчас сложная обстановка, очень много, высокий градус радикализации в обществе. И относиться к кадровым назначениям вот таким образом, кулуарно, непрозрачно, без каких-либо вменяемых аргументаций и привлечения гражданского общества, ну просто недопустимо. Так быть не должно, и я думаю, что эта история будет иметь большое продолжение. Спасибо. Мы сначала дадим возможность всем высказаться, а потом обязательно ответим на все вопросы. Дмитрий Марцой, Народный комитет реформы и иллюстрации. Спасибо, Дмитрий Городович. Прежде всего хотел сказать спасибо всем, кто сегодня пришел поговорить на эту тему. Я считаю, что она крайне важна. Я приехал вчера с Киева, а там имел удовольствие и возможность пообщаться, в частности, с Жапой Абанаидзе, а он, в свою очередь, общался и с Сашей Боровиком. Те же самые проблемы, не только в Харькове. Реально по всей ветке власти и по всем городам, в том числе и в столице, есть момент того, что то, что задекларировано, не выполняется. Ведь, как сказали мои коллеги, товарищи по борьбе, в том числе и в стратегии президента, которая была озвучена до 2020 года, написано, что должен быть новый общественный договор, должна быть полная открытость во всех кадровых назначениях, должно быть участие общественности в этом. Видим ли мы, что это реализовывается хоть на один момент? Я, например, не вижу. Более того, что это не реализовывается вновь, даже те инициативы, которые есть, мы видим, что они сегодня просто переламываются об колено, и нас пытаются вернуть в то же самое общество, от которого мы, собственно, с такой кровью попытались уйти. И я для себя понимаю, есть две модели управления государством. Либо это тоталитарная модель, где лидер, глава, вождь принимает сами все решения, народ абстрагирован от этого, и просто отдал все свои права, и безмолвствует, и лишь просто получает то, что дают. Либо это модель демократическая, где общество участвует в этих всех назначениях, где общество имеет свое мнение, где оно его высказывает, где оно за него борется и его отстаивает. То, что касается нового назначения, действительно, абсолютно непонятен. То есть я не хотел бы, чтобы были какие-то моменты в каком-то лоббировании, поддержке и так далее. То есть я, например, господина Гагаркина видел всего лишь два раза в своей жизни. То есть мне кажется, что здесь четко нужно понять предмет нашего протеста. Это формат к подходу к кадровому назначению. Я для себя понимаю, если в министерстве родилась такая идея, то прежде чем ее воплотить в жизнь, они обязаны были высказать публично свою позицию. Плюс мы же с вами слышали, ведь они же выступают постоянно по телевидению. И госпожа Ярейска выступает регулярно. И регулярно она рассказывает, что мы со всеми консультируемся, что процедура назначения самая открытая, самая прозрачная. Ну сколько можно это терпеть, эти двойные стандарты. Когда говорится одно, делается совершенно другое. То есть вот это для меня самое важное. Мы поддерживаем принцип, мы поддерживаем алгоритм, мы поддерживаем формат. Теперь, так как мне выпало сегодня из нас четверых, пусть пять, последние, я бы хотел сказать, что мы будем делать. Потому что так же само нас могут упрекнуть. Ну вот, там снова вы собрались, там эмоции, так сказать, выпустили, пар спустили, разошлись по домам. Нет. Первое, что мы должны сделать, и я думаю, это будет справедливо, я буду предлагать это, мы должны, как гражданское общество, попасть на прием, либо лично к министру финансов, либо к начальнику государственной фискальной службы, и провести предварительные консультации. И, то есть, у нас просто были уже прецеденты в общественной деятельности, когда чиновников такого уровня элементарно вводили в заблуждение, не давали им эту информацию. То есть, если, когда мы дадим эту информацию о том, что действительно этот прецедент есть, расскажем о работе общественности, расскажем о требованиях общественности, то есть, если мы после этого не получим никакого ответа, тогда уже необходимо будет переходить, я думаю, к каким-то дальнейшим более решительным, более радикальным действиям. А сейчас я считаю, что однозначно нужно сформировать свою позицию, приемы проводятся регулярно, ее донести и выслушать публичный ответ. Возможно, даже необходимо предложить провести непосредственно публично такую дискуссию, не просто в кабинете кулуарно, для того, чтобы это было слышно, для того, чтобы это было видно людям. И пускай соответствующий инновник объяснит, почему, например, господин Гагарин чем-то не справился, чем новый назначенный лучше, какие перед ним задачи ставятся, почему именно он и так далее. То есть на все эти вопросы нужно получить ответы. Вот я думаю, мы этим должны заняться в самое ближайшее время. Спасибо. Я добавлю лишь вот еще что. Здесь отсутствует сегодня один из инициаторов процедуры проведения публичного конкурса, который в мае прошлого года состоялся по начальнику ДФС Харьковской области Александр Чумак. Он международным сотрудничеством занят в Голландии сейчас. Он представляет крупную общественную организацию, ассоциацию частных работодателей и также входит в состав общественного совета при государственной фискальной службе. Поэтому, безусловно, мы инициируем запрос через общественный совет ДФС Украины. Кроме того, я хотел бы обратить внимание на то, что в традиционной совершенно манере буквально вчера в публичных источниках стали появляться намеки всевозможные на то, что а вот, а кого же вы тут лоббируете, а вот там какие-то миллиарды, а тут какие-то конверты, а тут ничего не изменилось, а тут то, а тут все, а тут еще что-то. Значит, все мы по-разному, у нас у всех разные отношения с тем конкретным чеком, у которого есть имя. И до вчерашнего дня, я согласен с Петром, что до вчерашнего дня действительно был важен принцип, но сегодня снова появляется живой человек, который прошел огонь, воду и медные трубы, и таких людей, которые так назначались, точнее не назначались в стране, их можно по пальцам одной руки пересчитать, я не имею ввиду выборные должности или выборные, так сказать, посты. Поэтому мы, безусловно, задействуем народных депутатов Украины, независимо от их политических пристрастий и фракций, в которые они входят. Мы считаем, что именно такие принципиальные вещи являются хорошей базой для объединения усилий, для отстаивания принципов взаимоотношений между властью и, собственно говоря, нами. Поэтому мы рассчитываем, что мы будем услышаны, мы рассчитываем на информационную поддержку не только харьковских средств массовой информации и центральных СМИ. Мы будем, независимо от эффекта, который будет иметь или не будет иметь сегодняшний наш брифинг, мы будем продолжать искать все возможные публичные и непубличные каналы, с помощью которых мы будем пытаться доносить нашу позицию и донесем ее, поверьте. Точно так же, как никто не верил в то, что такие процедуры возможны год назад, точно так же сегодня все меньше и меньше людей, которые верят в то, что вообще что-то можно изменить. А я хотел бы перед тем, как перейти к вопросам, вспомнить фразу, которую он сказал несколько дней назад во время ужина посолу Швеции, человек моложе меня возрастом, абсолютно демократичный, простой, пришедший сюда пешком, без всякой охраны, с портфелем и женой. Так вот он сказал, что, к сожалению, большинство украинских чиновников до сих пор не понимает, что 2004-2005 год закончились, и если гражданское общество, которого тогда практически не было, можно было утомить вот такой вот игрой и предложением играть в долгую, то измором взять, то сегодня гражданское общество, силой которого поддерживаются обескровливающие гибридной войной, в том числе, как это не парадоксально, уже совсем другое. И устать мы не устанем, мы будем неустанными совершенно, в этом смысле. Я прошу, пожалуйста, вопросы, представляетесь, если можно. Я что, добро, Дима, самое удивительное, что они боятся, вот что удивляет. То есть вот просто делают наглую и не боятся. Это настолько возмутительно, причем, что мы не стоим на месте, мы идем вперед. И просто удивительно, я не понимаю, каким образом человек может в наглую, в глазах, просто вот таких примеров на самых разных уровнях мы видим в своей жизни сплошь и рядом. Вот, и почему? Вы же ему и даете им, всем и даете себе возмущение. Сейчас вот можно, я не помню, пожалуйста, уважайте модераторов. Я еще признал. Одну, 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 самое последнее. Вот помните, вот еще самое резюме. Сегодня действительно идет Рубикон. Между тем, чиновник, который хочет встать на какую-то должность, должен ли он заручиться общественной поддержкой, выйти к людям, стать прозрачным, открытым? Либо он снова должен решать свое назначение в кулуарных больших кабинетах в Киеве? Если мы не сможем победить, то победит второй этап. Это провал для страны, возврата 2005 года. Безусловно, аргументация. Значит, сейчас мы, я попрошу так, без обид, я на свой субъективный взгляд хочу сначала дать возможность задать вопросы представителям национальных средств массовой информации, которых здесь не так много, но они есть. Потом всем остальным журналистам, пишущим и не пишущим, и рассказывающим, а потом гражданским активистам. Хорошо? Просто, чтобы мы приоритетом. Да, я понял, Вадим, да. Без обид, пожалуйста. Давайте структуруемо, сейчас все выше сказано. Представляйтесь, пожалуйста. Как любит Федя Веденславский, чтобы все было конкретно, ваши требования, первое, второе, третье, конкретные кроки. Окей. Наши требования остаются прежними на протяжении последних десяти месяцев. Огнозы после того, как все процедуры были пройдены. Любая процедура должна завершиться результатом. Результатом для нас, для всех должно стать назначение на должность руководителя описания приставок и угол государственной фискальной службы в Харьковской области того человека, который прошел все эти процедуры, не получил ни одного публичного упрека, замечания и ни одной причины, не названной никем, которым не позволили этот шаг сделать. Первое. Мы требуем назначения этого человека на должность. Раз. Второе. Мы требуем, чтобы на встрече, которую должны организовать мы вместе с министром финансов, я настаиваю, министром финансов, Панья Рейско, это непосредственная сфера интересов министерства финансов, налоги и сборы, и руководителя государственной финансовой службы, которая, насколько я помню, является тоже, так сказать, выходцем из бизнес-среды. Прекрасы должны понимать разницу в подходах, которые, с одной стороны, бизнес платит налоги, а с другой стороны, бизнес платит взятки. И на этой встрече мы хотим публично услышать ответ, что послужило причиной неназначения, что послужило причиной фактического назначения другого человека, какова логика и готовы ли эти руководители выполнить, собственно, все те процедуры, которые ими же или их предшественниками были затеяли. Я, кстати, еще одну оговорку лишь делаю. На это обращали внимание журналисты, и на это обращали внимание те, от кого зависло назначение или неназначение тогда. Они говорили, ну посмотрите, голова Державной Фискальной Службы Белоус, он же там проверяется, его там проверяют, перепроверяют. Как же мы можем? Мы же не можем. У нас тут исполняет обязанность и человек какой-то. Гостоин Белоус возглавляет фонд государственного имущества. Поэтому говорить о том, что неназначение или назначение другого человека связано с тем, что из Государственной Фискальной Службы, так сказать, удалили нежелательный элемент и его кадровые последствия, это просто неправда. И третье. Мы планируем обратиться с просьбой ко всем депутатам Харьковского региона, а также ко всем публичным, авторитетным людям, представляющим Харьковский регион, воспользоваться всеми своими возможностями, публичными и непубличными, для того, чтобы добиться того же результата. Независимо от, еще раз говорю, политических пристрастий. Потому что мы все живем в одной стране. В дополнение еще, четвертый пункт или пятый, то, что я уже озвучил, мы... Пятый пункт это национальная СГАРГАРГИЯ. Да. Мы предлагаем, предложим и предлагаем публично, предложим документально Господин Яковлеву пройти процедуру. И хотел еще один важный момент. То, что во время Дмитрия, если на встрече гражданских активистов, министр финансов, либо руководитель ДФС предоставит документальное доказательство того, что господин Гагаркин не в силу вот таких конкретных фактов не соответствует своей должности, то мы не говорим, что мы будем отстаивать человека, в отношении которого есть достоверные данные о том, что он не соответствует своей должности. Мы будем рассматривать эту ситуацию с точки зрения позиции, высказанной руководством государственного органа. Это тоже надо понимать. Но на сегодняшний день надо понимать также еще одну штуку. В 2014 год область закончила с результатами ниже индикативных, так скажем. Я не очень понимаю, где в этой стране можно взять такие деньги, но откуда-то они берутся, значит кто-то еще продолжает пока работать. А скажите, у вас была зустріч, значит там, громада с губернатором, да, вы же там хотели, и я где-то видел, что была, что не была, да, и взагалі, не пробовала ли вы рисовать, а, возможно, фриця где-то там, черная кишка там, где-то, возможно, ему как-то не склалося проработать с Багартиком. Кто-то готов? Я просто могу коротко ответить. Я считаю, что не наша задача искать черных кошек, которые бегают между теми или иными физлицами. Пусть они разбираются в своих личных взаимоотношениях за рамками исполнения служебных обязанностей. Ну, вот здесь так. Это то, о чем сказал Федор Дмитрий, да, либо мы сейчас вернемся туда, где вот от этого будет все зависеть, либо мы вернемся, придем туда, где все будет зависеть от каких-то личных, ну, качеств, деловых, личных, патриотизма, профессионализма, порядочности, вот и все. Зачем нам рыться в грязном белье физлиц? Дима, потолкай. Мой вопрос уже кончился. А, да? Хорошо, окей, еще. Пожалуйста. Екатерина Явельска, Екатерина Томельна. Ну, вот я слушаю вас, и мне кажется, что все эти же слова уже звучат целый год, и фактически сейчас предлагается то же самое, и власть опять это все заговорит, и, в общем-то, ничего из этого не будет. Но мне кажется, что власть сейчас ведет себя таким образом, что просто толкает гражданское общество на какую-то радикализацию. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы к каким-то радикальным акциям, и, как вы считаете, понимаете ли это власть? Ну, давайте вот поочим, Петр, потом будет. Ну, здесь надо говорить, скорее всего, за себя, за, я могу сказать, за себя, что я уже готов. Очень не хотелось бы, очень не хотелось бы, но уже готов. Вот, и мои друзья, коллеги во многом настроены намного более радикально, чем я. К сожалению, это так, это факт, и это очень тревожный факт, на самом деле. И нам самим это не нравится, но что делать? Я хочу добавить, я же еще раз повторю, что вчера имел удовольствие послушать настроение столицы. Там однозначно это уже надоело всем, и на этот понедельник у них уже, насколько я понял, назначено мероприятие «Майдан 3.0». Уже на этот понедельник. И реально, то есть, вот идут все разговоры, действительно полностью все согласны, что говорят, ничего не делают, обещают, заговаривают, забалтывают и так далее. Готовы ли мы? Ну, конечно, мы готовы. У нас другого выхода нет. Иначе мы же тоже, получается, так, что если мы за это взялись и ничего не доведем до конца, то это наша ответственность. Поэтому будем, конечно, идти по нарастающей, будем смотреть, если не будут давать итог, значит, будем принимать более радикальные меры, мы об этом сказали. И все будем просить поддержать это, потому что одних нас не хватит. Но страшная тенденция, что тогда у всех неугодных, да, вважать там сепартистами, и кто не поделяет. Агентами. Чи, ну, бачите. Ну, это, мне кажется, политтехнологическая стратегия рухнула где-то месяц назад. Рухнула с рейтингами некоторых политиков, которые ее применяли. Я хотел бы добавить, что есть такое хорошее небо. Знаете, я пришел победить дракона, он меня не принял. Ну, вот, как бы, мы все готовы к радикальным действиям. Но я хочу сказать свое мнение, что я воспринимаю к радикальным действиям. Все вот эти самые люди, которые убеждены в том, что все сейчас устанут бороться с ними, они должны понимать, что их рано или поздно все равно, вот, как грязь из-под ногтей удалят. Лучше рано. Выковырят. Лучше рано, чем поздно, согласен. Но результат все равно будет такой. С каждым новым этапом, вы же видите, у нас волнами ситуация, да? То есть мы, как бы, радикализируемся волнами. И, там, если год назад у меня был личный такой не страх, а личное ощущение того, что вот мы проходим пик риска радикализации, то сейчас я понимаю, что той радикализации, о которой мы сейчас говорим, бояться не нужно. Эта радикализация будет гораздо более цивилизованной, чем... И возможно, и наверняка более эффективной, чем, ну, вот тот период, там, мусорной иллюстрации. Я в это свято верю, потому что мы гораздо более организованы, потому что у нас гораздо большее количество горизонтальных связей, и потому что мы теперь больше уверены в том, что если завтра вдруг в недрах каких-то кабинетов возникнет желание у кого-нибудь подбросить Михаилу Гагаркину, которого я, в отличие от большинства здесь присутствующих, знаю много лет, с которым у меня нет совместного бизнеса, и у меня вообще нет бизнеса, к сожалению, после действий прошлой власти, который бы требовал решения каких-то серьезных вопросов в налоговой инспекции. К сожалению. Так же, как и в АБЭПе, так же, как и еще где-то, так же, как еще, так же, как во всех практически структурах. Потому что я хочу этим бизнесом снова начать заниматься. Так вот, если завтра в тиши каких-то кабинетов возникнет идея подбросить Миша Гагаркину деньги в сейф, наркотики в машину или еще что-нибудь, то я уверен, что среди милиционеров, прокуроров, СБУшников и всех остальных найдется порядочный человек, который кому-то из нас да позвонит. А год назад я был уверен в том, что этого не произойдет. Ну, тут надо сказать, что достаточно написать заявление о том, что... Да, мы понимаем, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, безусловно, там любое заявление, эта практика используется в других конфликтных ситуациях, когда для дискредитации человека, претендующего на ту или иную должность, там пишется заявление, открываются уголовные дела, приходится в высокий кабинет и говорится, ну, смотрите, это же какой-то уголовник, кого мы вообще тут собираемся куда-то назначать. Но мы также понимаем, что мы все достаточно образованы, у нас есть достаточно ресурсов для того, чтобы эту позицию развеять, потому что наличие написанного заявления и автоматически открытого уголовного дела, внесенного в единый рейстор, вовсе не является доказательством венды того или иного человека. Поэтому с нами продолжают играть как с котятами, как говорил один покойный депутат Верховной Рады, наш земляк. А мы уже другие, мы подросли. Поэтому я думаю, что мы с этим разберемся. Пожалуйста, Вадим Ухов, потом растискнул. Вадим Ухов, гражданин Уссенов. Вопрос к Петру Марковым. Скажите, пожалуйста, в вашем выступлении звучала фраза о том, что сейчас по всей вертикали власти назначаются так называемые исполняющие обязаны. А насколько это вообще закон? То есть, например, там, ну, как бы работа любого там человека, рекомендируется, например, в декорах предприятия, уставах предприятия. Насколько вообще на законном назначении исполняющего обязанности? Пытались разобраться в какой-то ситуации? Потому что мне, например, кажется, что это незаконное назначение. То есть эти люди не имеют полномочий, даже подписывая документы. Вы знаете, я недостаточно компетентен в вопросах организации госаппарата. Но то, что я уверен, что это законно, скорее всего. И по формальным признакам, те, которые работают в аппарате, они 10 раз перестраховываются. Проблема в том, что они не хотят брать на себя ответственность за принимаемые решения. И вот эти вот назначения ИО, это как бы временщики, это какая-то подвешенность, которая позволяет быстрее и быстрее, ну, грубо говоря, набивать карманы, пока как бы есть возможность, и все. И не отвечать, потом засадеет. Вот в этом же как бы главная проблема. Ведь у нас ИО, это сплошь и рядом. Вот я занимаюсь более плотно и компетентно, могу говорить, например, про территориальную оборону, про вопросы, связанные с мобилизацией. Вот, так у нас, извините, прифронтовая область, у нас нету без приставки ИО военного комиссара. И нету уже очень давно. И то, что там происходит, это отдельная тема, я по которой могу рассказывать очень много идут. Так это то, что бежит на поверхности, это то, что напрямую связано с войной. Вот, а такие должности, как фискальная служба, это для того, чтобы там были изменения, чтобы люди почувствовали реформы, чтобы произошли какие-то структурные изменения в экономике. Здесь нужны даже не месяцы, намного больше. Вот, здесь нельзя строить стратегию и политику, исходя из каких-то сиюминутных дел и интересов. А мы это здесь сплошь и рядом наблюдаем. И ничего не меняется при этом. Вот, и непонятно, с кого спрашивать. Вот, вернее, понятно, есть у нас президент, есть у нас премьер-министр. Первый вопрос к ним, конечно, безусловно. Но ждать от них ответов не приходится. Надо, наверное, здесь снизу брать инициативу в свои руки и жестко требовать этих ответов, жестко требовать участия нашего гражданского общества в формировании кадрового потенциала, который проводит эти реформы, которые строят государства, от которого мы все зависим. Ну, как-то так. Я пытался найти хотя бы один документ, который регламентировал. Поднимите, я тебе отвечу на этот вопрос уже как юрист, а не как руководитель иллюстрационной оплаты. Дело в том, что абсолютно трезвая мысль у тебя назначение исполняющим обязанностей в вертикале исполнительной власти, оно не является безупречным. То есть к такой процедуре есть юридические претензии существенные. Дело в том, что в Украине существует единственный закон, который регламентирует порядок назначения исполняющих обязанностей, вернее, порядок временного исполнения обязанностей в органах государственной власти. И этот закон касается только тех должностных лиц, которые назначаются либо Верховной Радой, либо Президентом. Всех остальных законодательно не урегулирована возможность назначения ИО. И этот вопрос регулируется постановлением комедиями низкого Украины. И тут как раз можно юридически попытаться, если, скажем так, есть желание и есть инициатива у гражданского общества, в том числе, можно юридически попытаться поставить под сомнение или инициативность данного назначения. Потому что, в соответствии с частью 2 статьи 19 Конституции Украины, органы государственной власти, органы местного управления, их должностные лица действуют исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Постановления комедиями министров не должны регламентировать деятельность и исполнение обязанностей, и полномочия, в том числе, в процессах назначения. Поэтому, исходя из этого, мы можем юридически попытаться обосновать, что назначение исполняющим обязанностей вместо господина Гагаркина и господина Яковлева, мягко говоря, имеет существенные юридические ущербности. Дело в том, что у господина Гагаркина тут есть один существенный юридический момент. По постановлению, о котором я говорю, комедиями министров, исполняющим обязанностей назначается заместитель. Гагаркин был назначен первым заместителем, терялость исполняющим обязанностей начальника. В данном случае я не готов анализировать процедуру назначения Яковлева, потому что я ее не знаю, но с точки зрения назначения Гагаркина я не вижу особых проблем. Назначение Гагаркина, я заберу Яковлеву. Да, смотрите, Гагаркин был назначен первым заместителем начальника ДФС в Харьковской области кирек временно исполняющего обязанности начальника. Кроме того, я прошу прощения, там есть еще сейчас, Елена, один момент, один уточняющий момент. Мы должны помнить, это уже мы выходим в дебель юридически, но Гагаркин назначался в момент, когда налоговая нет, налоговая служба прекращала свое формальное существование и появлялась державная фискальная служба. И не было фактически подразделения еще, которое называлось так. И фактически подразделение в рамках государственной фискальной службы, ее хайковские подразделения было создано исполняющим обязанности руководителя Гагаркин. То есть там куча юридических моментов, которые свидетельствуют о том, что единого, цивилизованного, нормального, внятного, понятного подхода его просто не существует. И если мы сейчас будем уходить в его дебри, то, ну, мне кажется, что мы просто, ну, закопались. Ну, опасает под сомнение или единость можно. Безусловно, безусловно. Елена Гвова, пожалуйста. А, Ростислав Костянько, извините, да? Потом Лето. Я правильно понимаю, что Стихпорфик, я правильно понимаю, что Стихпорфик, как чину перестал исполнять ответы по соцсетям руководителя и вторых ведомства, может в свободное от работы время первым заместителем, так сказать, руководителя главного организатора ГФС в Катерской области заниматься общественной деятельностью, и он переходит в разряд гражданских активистов. И в этой связи вопрос, так сказать, ну, нет, или да, или как, так сказать. То есть в этой связи вопрос, наверное, уже вот как к вам, так вот, может быть, к господину Абрамову, который здесь присутствует в контексте созданного или создающегося, да, который находится в процессе создания, общественный совет при налоговой, я правильно понимаю, что новый, исполняющий обязанности руководителя налоговой, не может этот процесс остановить и начать создание нового общественного совета. И что с тем общественным советом, который сейчас находится с нами информировано? Ну, смотрите, я не хотел бы, честно говоря, чтобы мы сейчас, там тоже есть свои юридические дебри, если я бы не хотел, чтобы мы сейчас совсем так уж далеко уходили от темы сегодняшней заявленной. В любом случае, как я могу сказать, что, конечно, он будет создан, и господин Абрамов кивает, он сегодня у нас не в спикерах, но мы должны понимать, что будет он создан или будет попытка создать общественного совета при ДФС, там, с каким-то составом непонятным или там подконтрольным кому-то, да, никто не лишает нас права и возможности пользоваться теми методами легальными, совершенно, которые нам дают законодательство. Потому что, по большому счету, и это одна из основных проблем, общественность не имеет реальных рычагов влияния на власть. И вот эти все общественные советы при органах власти, это на самом деле квази-общественные советы. Они не могут, потому что у них нет никаких полномочий, кроме тех, которые есть и у нас, у всех, по большому счету, здесь присутствующих. То есть это просто обман на самом деле. Давайте говорить прямо, мы об этом уже здесь говорили неоднократно. Это обман. Все эти общественные советы при органах власти, которые, состав которых утверждается руководителем, это не общественные советы, по сути. Это всего лишь навсего подушка безопасности для коррубированных руководителей, которые в случае чего раньше могли кивнуть в сторону общественного совета и сказать, так подождите, мы же это решение обсудили с общественностью. Даже фиговый листок. Да, фиговый листок. Поэтому одна из инициатив Харьковского гражданского общества, которую мы уже озвучивали, над которой работают сейчас несколько организаций, это как раз законодательное закрепление за общественными советами определенных прав и обязанностей для того, чтобы в этот переходный период, когда страна нуждается в таком жестком контроле, не только контроле, но и в профессиональном, извините, совещательном голосе, в том числе, у общественных советов должны появиться полномочия определенные, полноопределенные обязанности. Если хотите, вот тогда это превратится в подушку безопасности для страны, возможно. Гагаркин, Федор Владимирович, скажите, пожалуйста, Гагаркин переходит или не переходит? Нет, по поводу Гагаркина, пока он остается на должности первого заместителя начальника, он, ну, человек мог заниматься какими-то общественными инициативами, но, скажем так, быть полноценным участником гражданского общества, который может контролировать, критиковать власть, он, в принципе, не может, поскольку это другой статус. Но, Дмитрий имел в виду, что после того, как господина Гагаркина фактически отстранили от исполнения обязанностей начальника, исполняющего обязанностей начальника ДПС, гражданское общество имеет моральное право отстаивать конкретного человека, как своего выдвиженца, как креатуру, которая прошла все легитимные общественные процедуры, для того, чтобы он воспользовался тем общественным иммунитетом, о котором я говорил. То есть, мы должны ему сейчас оказывать поддержку, поскольку мы взяли на себя такое обязательство. То есть, мы уже отходим от того принципа, вернее, как мы не отходим от принципа, о принципе было заявлено, и он абсолютно правильный, идет речь не о человеке, а о принципе назначения после процедур согласования с общественностью, но поскольку мнение общественности фактически проигнорировали на данный момент в лице Гагаркина, то мы можем полностью легитимно оставить уже конкретно человека Гагаркина о том, что его, как выдвиженца гражданское общество, на данную должность, с данной должности отстранили. Акцент, совершенно. Ну, мы еще раз, еще раз, если позволите, то есть акцент, акцент вот на чем, акцент на том, что звучат сегодня с разных сторон такие, например, предложения, а давайте-ка мы еще раз проведем конкурс какой-нибудь, а давайте мы еще всех попросим публично чего-то. А давайте мы перестанем по конституции быть властью, граждане Украины, что мы уже сделали де-факто, давайте еще и древе откажемся от статуса, что граждане Украины это основной носитель власти государства. Народ. Народ. Поэтому с этой точки зрения, я прошу прощения, с этой точки зрения все-таки на сегодняшний день да, позиция заострена, потому что процедура пройдена, есть у этой процедуры лицо, как я, знаете, я скажу так, у этого принципа есть сегодня лицо, а вот если у тех лиц, которые не могут принять это решение принципа, вот это вопрос, судя по всему, нет. А у принципа у этого сегодня есть лицо. Ну это мое мнение, мы как бы можем по-разному к этому относиться, безусловно, и акцент действительно на принципе. Но принцип в итоге должен вылиться в конкретное кадровое назначение и в конкретную политику, которая должна приносить пользу общественную, пользу общественную, не пользу государству в лице такого-то аппарата, а общественную пользу. В конце концов, вот и все. Мы хотим, чтобы налоги администрировались нормально. Вчера арестовали руководителя коммунального предприятия, да, а другое коммунальное предприятие там и третье, и пятое, и областным советом созданы, и городским советом, и районными советами. Давайте поедем в область еще посмотрим, чего там создано. Это все живые, конкретные резюмты. Здесь речь о другом. Давайте говорить, прошу прощения, о других вещах и немножко под другим углом. Вот этому человеку мы, граждане Харькова, граждане Украины, доверили распоряжаться теми деньгами, которыми мы финансируем государство. А вот тому я лично не доверяю распоряжаться теми деньгами, которые я отдал государству на... Я лишь хочу сказать, что начальник ДФС Харьковской области не распорядитель средств. Он администратор сбора налогов. Все. Вот и все. Распорядителем становится он в том случае, если вместо налогов платятся не налоги, а взятки. Вот тогда тот, кто их берет, тот и распоряжается. Кто не налогов. Мне конструктивно, давайте уже перейдем в личное общение. Нет, так, еще раз, секундочку. Есть еще вопросы какие-то? Пожалуйста, Александр. Да, у нас есть инфекция ранена. Ранена, вот это еще, да. По ДФС. Я... Окей, сейчас, да, пожалуйста, Саша, и сейчас ответим на вопрос. Я хотел мне вопрос, спросить, я хотел предложить той коллективу, которая будет собеседовать с господой Ядейской, господин Анасировым, пригласить еще на эту беседу госпожу Макееву по двум простым причинам. Во-первых, она руководила в тот момент кадровой комиссией, которая рекомендовала, да? А во-вторых, госпожа Макеева лично несет персональную ответственность, как она сама пишет, в социальных сетях за реформу налоговой системы. Я думаю, что назначение руководителей, сотрудников и все остальное является одной из самых главных частей настоящей реформы налоговой службы. Поэтому мое предложение пригласить общественной иллюстрации и в чем проблема? Была... Подождите секунду. Ни в чем проблема? Пока нет ни в чем проблемы. Проблема никакой нет. Есть все материалы по его просьбе, в том числе информация о составе жюри были ему предоставлены на прошлое, в конце прошлой недели. В конце прошлой недели. Заявление иллюстрационное головой Харьковской областной и даже администрации заполнено и опубличено. Правильно я говорю? Опубличено. Комиссия Харьковской общественной иллюстрационной палаты, которая должна собрать информацию о соответствии одного другому и любую другую информацию, эта комиссия работает. и я, как человек, который отвечает за public relations в Харьковской общественной иллюстрационной палате, не далее, как на следующей неделе буду просить в том числе харьковских журналистов поучаствовать вместе с членами Координационного совета общественной иллюстрационной палаты в таком закрытом, совершенно непубличном и совершенно открытом с точки зрения общения в формате, суть которого освоится к тому, что общественная иллюстрационная палата очень нуждается в помощи, в сборе и проверке информации, потому что мы волонтерское объединение, потому что у нас нет следственных органов, у нас нет возможностей, которые возможно есть у кого-то из вас, поэтому чем быстрее мы соберем эту информацию, тем быстрее будет подготовлен иллюстрационное дело, так называемое, и тем быстрее его получат члены жюри. Вот думаем и хотим рассчитывать, что эта работа займет скажите пожалуйста можно я бы хотел чтобы мы каждый в свое сердце и душ отпустили одно иллюстрация губернатора произойдет настолько быстро насколько мы поймем, что это зависит от нас, от каждого из нас, провести ее быстро и не собрать полный объем информации значит не выполнить ту цель ради которой она проводится, и если каждый из нас и в частности Дмитрий Эдуардович особенно из представителей органов средств массовой информации осознает что именно под получением максимальной информации в том числе и от вас господа журналистов как раз и зависит как быстро мы это проведем нам очень важно это действительно проблема и мы не скрываем этой проблемы потому что скажем иллюстрация судей которая была проведена впервые в истории Украины и судей между прочим понимают важность этой процедуры и понимают что нужно становиться открытыми если они хотят быть пожизненно назначенными извините за цинизм вот так же и здесь мы не хотим превратить процедуру публичной иллюстрации головы Харьковской дежавной обладминистрации в процедуру после которой нам скажут что информация была неполная дело иллюстрационное неполное а еще вот это а еще вот это всегда все появляется после мы хотим цивилизованности в этом смысле и в этом смысле мы хотите радикально мы лучше потратим на две недели больше времени или на три недели но мы проведем эту процедуру тогда когда будем готовы пожалуйста помогите нам с горе информации иллюстрационное заявление публичное заполненное находится на сайте общественной иллюстрационной палаты это в публичном доступе также на сайте углу госадминистрации поэтому это наш коллективный проект ответил Лена а нет почему есть срок есть срок есть срок мы планируем что это произойдет в течение там трех нитей мы планируем но еще раз говорю мы планировали в 20-х числах мая да мы планировали в 20-х числах мая но у нас иллюстрации иллюстрацию общественную прошли 11 судей и это была беспрецедентная акция потому что это было вообще впервые в истории потому что в этом участвовала Верховная Рада потому что эти судьи действительно им отказали в назначении без прохождения этой процедуры потому что мы выстраиваем институт а не мусорную иллюстрацию которую будет проходить не на улице а в зале это надо понимать мы хотим авторитетную процедуру в которой после того как человек выходит с иллюстрационным выставком он действительно получает общественный иммунитет, если иллюстрационная процедура им пройдена. И все... Первый раз вообще это делаем в стране. То же самое про колонку говорили. Он заполнял. И что? Он заполнял. Он заполнял. Сейчас, секунду. Он заполнял иллюстрационную... В суде у вас ушло неделя или две? Нет, меньше недели. А когда заполнил Райанин заявление, прошло уже больше 10-10. Судьями там неделя была. Судьями неделя была, собственно говоря, на работу с ними. И это проблема, на самом деле. Потому что это неправильно. Это неправильно. Мы хотим правильно. С Балутой вы должны понимать, что мы... Как бы... Все сразу не можем. Ну физически, извините, не можем. Помогайте, подключайтесь и давайте будем делать мести. А с Балутой очень просто. Балута просто перестал быть губернатором. Его как человека и как личность. Он перестал проявлять инициативу. А мы решили, что для нас важнее сейчас потратить свои ресурсы и силы на тех людей, которые продолжают сегодня оставаться властью. Ну там есть еще светличное, например, тоже очень интересно. Значит, я воспользуюсь случаем. У вас, может, перешли в формат такого общения неформального. Нам удалось договориться. Я считаю, что это на самом деле важно. Нам удалось договориться о том, что два раза в неделю руководители департаментов, обл. гос. администрации, а также руководители территориальных органов государственной власти два раза в неделю по определенному графику, который будет заранее известен, который мы передали, да, в обл. гос. администрацию вчера, вчера, который пройдет там корректировку, потому что понятно, да, но ранее нам лично пообещал, что он, как руководитель обл. гос. администрации, гарантирует нам присутствие первых, а иногда максимум вторых лиц, руководителей этих самых ведомств. А это и прокуратура области, ОБД, СБУ, и Державная фискальная служба, и антимонопольные. Не, мы говорили про обл. гос. администрацию неправность. Нет, я просто говорю о том, что это тоже элемент дюстрации. Мы выстраиваем институты, которые не работают один без другого, извините, это все система. Выстраиваем получение информации. Конечно, если у нас здесь будет возможность готовиться заранее к вопросам, то это тоже элемент работы комиссии по сбору информации, потому что задать вопрос, например, госпоже Сагайдак, где она живет, где она живет, или где живет господин начальник этого самого антимонопольного комитета, или где, какие у них машины, еще что-то. Мне кажется, что это важно делать в публичном поле так же. Вот и все. Это все комплекс. Мы делаем все вместе одно дело. Это очень важно с пониманием. Все, наверное. Спасибо всем.